Ну что, привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта макевара.ру Продолжаем тему по разминке рук и всего тела перед работой на тяжелых самоснарядах и макеварах. Вот мы логически подошли к финальному завершению по разминке рук. То есть мы дошли до пальцев. Начинали мы плечи и подошли к пальцам. Если мы непосредственно не работаем на макеваре пальцами, не разбиваем какие-то предметы ударами на ките, не наносим каких-то ударов кумады, где задействованы пальцы, щепотки наносим, то вроде как бы получается, нафига нам разминать пальцы? Прошу прощения за мой французский. Зачем нам разминать пальцы рук? Я объясню вам. Разминка, вы помните, она не только для того, чтобы лучше работать на снарядах, она еще и для того, чтобы профилактировать различного рода повреждения и отдаленные заболевания, специальные спортивные заболевания, которые приобретаются при работе на снарядах, на тяжелых, если вы работаете без тейпов и без бинтов. Что, кстати, и нужно делать, иначе руки не превратятся в оружие. Но в оружие руки нужно превратить таким образом, чтобы сохранить ловкость и подвижность этих самых рук. Мы живем в быту, в социуме. Нам нужны хорошие руки, ловкие и красивые. Не надо их уродовать. Так вот, разминка пальцев, она позволяет, прежде всего, сохранить подвижность и ловкость их, даже в отдаленной перспективе, когда вы будете в уже преклонном возрасте и будете продолжать свои занятия. Разминка пальцев – штука довольно непростая, сложная. В каком плане? В том плане, что не хочется никак уделять на нее внимание и отводить на нее время. И это неправильно. Я уже рассказал почему. Давайте посмотрим, как делается разминка для пальцев. Начнем с ладонной поверхности. Значит, на пальцах от ногтевой фаланги самой, от ногтевой фаланги. И вот так вот через всю ладонь идут сухожилия сгибателей пальцев. На самом деле мышцы, которые сгибают пальцы, они находятся на предплечье. На предплечье. А не на ладони. Но вот так вот идут сухожилия. Они как некий привод, помните, как терминатор, да? Я разрезал руку, вот так вот взял сухожилия. Ну, у него там типа сухожилия было. У человека можно взять сухожилия и вот так вот подвигать пальцы. Они будут работать. Это на самом деле так. Так вот эти сухожилия, особенно если мы работаем ладонью, да? Обратной поверхностью кисти, потому что разгибатели также находятся на предплечье и проходят через весь тыл кисти. Они обязательно требуют разминки и проработки. Если этого не сделать, они будут повреждаться от ударов. При заминке, которая делается так же, как и разминка, они не будут восстанавливаться. В итоге пальцы потеряют свою ловкость и подвижность, да? Опять, это круг замкнутый. Ну и, собственно говоря, гиперемированные связки и сухожилия, они позволяют легче воспринимать удар без травматизма. То есть, и они становятся плотнее и жестче. Вот. Разминаем ладонную поверхность пальца. От, значит, головки и пясной кости в сторону ногтевой фаланги тщательно растираем пальцы. Делаем по 25-30 центов движений до горячего состояния. Также все остальные пальцы проводим. Я буду делать немножко быстрее, чтобы ролик сильно не затянулся. Не забываем про большой палец, который неудобно прорабатывать. Так же делаем. На другой руке. Все делаю в ускоренном как бы темпе. В смысле, по времени. Так-то я реально быстро делаю, как оно на самом деле. Видео не ускорено. Тыльная поверхность точно так же. Не забываем. Тщательно. Растираем. Пальцы очень удобно растирать, потому что делая вот эти растирания, мы растираем все структуры кисти. Не только поверхностные, но и глубокие. Имеется в виду все структуры пальцев. Как поверхностные, так и глубокие. А вот теперь смотрите, самый важный момент. Мы растируем ладонную поверхность на пальце. Растируем тыльную. Но перед этим, помните, в предыдущих роликах показывал, что кисти надо растирать. Когда мы растираем кисти, мы и пальцы растираем. Помните, мы это делали? Так вот, когда мы это делали, надо обязательно было и пальцы задействовать. А не только тыльную поверхность кисти и ладонную. Так что я это не показывал сейчас, но это есть. С этого начинается. А вот теперь боковые поверхности пальцев, которые обычно никто не разминает. А это надо делать. Собираем пальцы, как будто хотим руки сжать в замок. И делаем такие движения. Растираются боковые поверхности пальцев. Этого обычно никто не делает. А делать это нужно. Потому что боковые поверхности пальцев натударяются очень часто и сильно при таких ударах, как шуто. Даже если мы там формируем шуто в виде, как я это называю, вилы. То есть пальцы разомкнуты. Но если шуто еще собран, тем более. По инерции происходит плотное сжатие во временем удара. Кажется, что скорость-то невелика. На самом деле пальцы рук об дружку сильно бьются. Если еще зазорчик не сильный, когда мы разжимаем руку вот так, а маленький, то они ударяются очень сильно. Чтобы не было травм, это надо сделать обязательно размять. При этом у нас еще что разминается? Боковые поверхности суставов. Так-то мы суставы размяли по ладонной поверхности и по тыльной. А боковые поверхности обычно никто не задействует. И вот это вот такое как бы ноу-хау небольшое. С тыльной стороны мы делаем точно так же. Руку берем с тыльной стороны. Пальцы в пальцы. И разминание. Обязательно нужно сухожилие пальцев растянуть. Мы это делали тогда, когда разминали кисть. Тем не менее, я немножко сделаю такой рекурс назад. Берем за кончики пальцев кисть и растягиваем. Растягиваются как раз сухожилия сгибателей пальцев, которые проходят по ладонной поверхности и идут на предплечье. Таким образом. Поэтому надо взять за кончики пальцев и разогнуть. Также отдельно большой палец проработать. Можно все пальцы по отдельности проработать. Таким же образом. Таким же образом. Работать все пальцы по отдельности. И помните, мы делали вот такое движение для тыльной поверхности. Мы растягивали. В случае запястных суставов разминали. Здесь же точно так же делается и для тыльной поверхности. Берем за кончики пальцев. Сгибаем. И вытягиваем. Вот вытягиваем. Вот такое движение вытягивающее и сгибающее. Тянем немножко сухожилия. И потом отдельно можем потянуть каждый палец. Сгибаем палец и тянем. Сгибаем палец и тянем. Сгибаем и тянем. Ну, тебе показалось, что большой палец дотягиваем до предплечья. Здесь мы каждый палец отдельно сгибаем. Вы почувствуете, как сильно тянутся сухожилия по тыльной поверхности кисти. Вот таким вот образом. Каждый палец в отдельности. Каждый палец в отдельности. По всей поверхности. То есть, начинаем со всей поверхности кисти. Берем за кончики пальцев. И вытягиваем. Вытягиваем и вниз тянем. Локотьем вниз. Вот, все здесь тянется. Это вытягивается сухожилия пальцев. И пальцы сами. И потом каждый палец в отдельности. Каждый палец в отдельности. Все. На самом деле это очень быстро. И, смотрите. Мы сделаем такое еще движение, как будто моем руки смылом. Вот так вот. Только, не только сами кисти. А берем еще пальцы. В обратную лодочку собираем их. И сжимаем и выжимаем. Вот, как будто вы хотим, как из тюбика. Где осталось немножко пасты, выжить. Но при этом кисть выгнута в обратную сторону. Челочки, слышите? Это идет мобилизация межфаланговых сочленений. Вот. Таким вот образом. И точно так же, когда рука собрана в лодочку. К особенному лодочку. Так же выжимаем. Так выжили. Так выжили. И опять в обратную. Все. Таким вот образом. Ну и все. Руки наши подготовлены. Довольно просто все на самом деле. Значит, по поводу щелчков в суставах и пальцах я запишу отдельный подкаст. Потому что часто задают такой вопрос. А вот у меня щелкают там пальцы рук. Это не вредно? Или что-то мне стали щелкать пальцы рук. Это не вредно? Какие проблемы могут быть? И почему это может быть? Это будет отдельный подкаст. Ну что, обязательно подписывайтесь на мой канал, который посвящен работе на Макеваре. Это на Ютубе, на Саундклоуд. Такой же канал есть. Там аудиоподкасты. Обязательно подписывайтесь на рассылку. На рассылку ссылка под этим видео. Обязательно. И посещайте мой сайт. Макевара.ру Будьте регулярными читателями этого проекта. Всем пока. Удачи. Работайте на снарядах. Имейте стальные руки. Субтитры сделал DimaTorzok